Сегодня в Чебоксарах прошел Всероссийский фестиваль жестовой песни. Организатором праздника традиционно выступает Чувашский государственный педагогический университет имени Яковлева. Песни, звучащие сегодня на сцене, могли услышать даже глухие и слабослышащие люди. С первого взгляда кажется, что исполнительница выполняет руками танцевальные движения. На самом деле она поет ими. В жестовых песнях смысл текста передается движениями. Сегодня педагогический университет собрал более 70 конкурсантов из разных регионов России. Во-первых, целью фестиваля конкурса мы видим популяризацию песенного жанра, а именно жестовой песни. Во-вторых, интеграция на одной сцене слышащих и детей с нарушением слуха. В-третьих, привлечение интереса общества к особенностям детей с нарушением слуха. По словам организаторов данного фестиваля, конкурсы жестовой песни в России, как правило, проводятся исключительно для глухих и слабослышащих. В Чувашии же на одной сцене выступают и обычные исполнители, и певцы с ограниченными возможностями. У нас в государстве сменился статус жестового языка недавно, года два назад. Он теперь не язык межнационального, межличностного общения неслышащих, а язык общения с неслышащими. То есть мы не просто признаем, что они могут друг с другом говорить на жестовом языке, но и мы с ними теперь должны говорить на жестовом языке. Это во-первых. То есть глухие видят, что им идут навстречу. А для слышащих это, может быть, возможность, во-первых, выразить свои какие-то творческие способности, а во-вторых, возможность лучше понять глухих. В конкурсе жестовой песни «Голос не важен». Здесь жюри оценивает правильность передачи текста и умение держаться на сцене. С каждым годом фестиваль «Слияние сердец» собирает все больше участников. Марина Рябцева, Сергей Рябчиков, Республика.